Я вновь приношу извинения зрителям программы «Смысл игры» за то, что задержал очередную серию этой программы, посвященную ковиду. Дело в том, что я долгое время находился в Москве, где никакие исследования и проводить, и дооформлять невозможно. Все время уходят на спектакли, ради показа которых я и приезжаю в Москву, телевидение и неотменяемые встречи. Вчера я приехал в Александровское и сразу же по приезду начал готовить передачу по ковиду, посвященную вакцинам, современной теории иммунитета и тому, что породило одновременно и до нельзя конкретное ковидное безумие и всю ту общую скверную проблематику, которую приволокла с собой эта вопиющая ковидная конкретика. Ведь при всей глобальной значимости ковидной конкретики намного важнее, тем не менее, что именно она с собой приволокла. Приволокла же она с собой не только позорную победу Байдена на американских выборах, не только новый виток неприятностей для России, порожденной победой Байдена. Постковидный мир вместе с холодом байденовской постжизни вторглась нечто, осуществляющее абсолютное уничтожение всех остатков любой принципиальности. До избрания Байдена какие-то крохи остаточной принципиальности сохранялись постольку, поскольку хотя бы имитировалось бережное отношение к выборной процедуре. А после избрания Байдена всем было явлено полное безразличие к этой процедуре, но только ли к ней. Крупнейшим западным медицинским учреждениям, институту Коха, было приказано сфальсифицировать прогнозы, касающиеся степени губительности ковида для населения отдельных стран и планеты в целом. И эти западные медицинские учреждения, гордившиеся своей независимостью, выполнили приказ и сфальсифицировали прогнозы. Тем самым из нашей жизни исчезли не только ужимки и прыжки, связанные с демонстрацией особой заботы о выборных процедурах, но и аналогичные ужимки и прыжки, связанные с особой заботой об интеллектуальных процедурах. Рухнул не только авторитет избиркомов и политических партий, продемонстрировавших безразличие к электоральному принципу, рухнул авторитет науки, продемонстрировавших безразличие к достоверности собственных суждений. Сегодня это касается суждений по поводу ковида, а завтра? И можно ли, проявив однажды такое демонстративное безразличие к достоверности собственных суждений, убедить общество в том, что оно должно по-прежнему верить в достоверность каких бы то ни было научных данных и вердиктов? Политики наплевали на принцип достоверности политической процедуры, ученые наплевали на принцип достоверности научной процедуры. При таком бесстыдном отношении к ряду фундаментальных принципов можно ли сохранить какую-либо принципиальность вообще? Понятно, что в декларировавшейся ранее принципиальности имела место определенная доля лукавства, и немалая. Но, во-первых, речь была об определенной доле этого лукавства, а не о стопроцентном лукавстве. А, во-вторых, до поры до времени лукавство все же скрывалось, и человечество жило в мире дозируемого и скрываемого лукавства. Теперь ему предстоит жить в мире лукавства абсолютного и нескрываемого. А это совсем другой мир. Можно ли оторвать обсуждение ковида как такового от приволоченного ковидом в мир нового состояния, характеризуемого таким переходом к лукавству абсолютному и нескрываемому? Мы ведь пока с трудом представляем себе, что это за новое состояние, какое качество человеческой жизни будет им порождено, как будет в нем функционировать даже относительная управляемость текущими процессами, что породит отсутствие такой управляемости. У одного моего знакомого на определенном этапе возникли достаточно крупные проблемы в сфере его основной предпринимательской деятельности. Этот знакомый избыточно нервничал, что угрожало состоянию его здоровья. При этом он был страстным охотником, и чтобы отвлечь его от неприятностей, друзья посоветовали ему съездить на охоту. Знакомый мрачно посмотрел на друзей и сказал, что он не егерь. Он не егерь, а я не медик. Моя профессия – обнаружение крупнейших вызовов и обсуждение возможных ответов на эти вызовы. Я готов исследовать медицинскую проблематику, погружаться в нее, если это необходимо для более внятного обнаружения вызовов, порождаемых этой проблематикой и при этом никак не сводимых к ней. Но я не готов исследовать медицинскую проблематику как нечто самодостаточное. Тем более, что в случае ковида она такого самодостаточного характера явным образом не имеет. Возможно, ковид был брошен для фундаментального изменения человеческого бытия. А возможно, он был брошен для реализации ряда масштабных конкретных целей, например, для изгнания Трампа, избрания Байдена, демонизации России и Китая, избавления глобального либерализма от его консервативного конкурента. Но даже если ковид был брошен для реализации этой конкретики, а лично я в это не верю, то конкретика проволокла все куда-то дальше. Она поволокла за собой фундаментальные изменения человеческого бытия. Общим знаменателем этих изменений является добивание всяческой, пусть даже сколь угодно, реликтовой и лукавой принципиальности. Байденизация и ковидизация мира, а они, между прочим, идут рука об руку, и это уже очевидно, является огромным вызовом для России. Готова ли наша страна в ее нынешнем состоянии ответить на этот вызов? Я убежден, что не готова. И что у нее осталось страшно мало времени для того, чтобы предуготовиться. Постсоветская Россия заявила, что она станет страной с открытой экономикой, входящей в западную цивилизацию. И она начала всерьез реализовывать эту задачу. Для ее реализации потребовалось обнуление прежних мессианских амбиций, как коммунистических, так и иных, а также специфическая организация всей российской жизни – этической, идеологической, социальной, политической, экономической, культурной и так называемой повседневной. Такая реорганизация жизни потребовала создания определенных институтов, а также формирования реорганизующих жизнь групп российского населения, гордо именующих себя постсоветской элитой. Сформировались соответствующие институты и группы. За 30 лет постсоветской жизни они приобрели достаточную весомость. Теперь России сказано, что ее открытость будет использована Западом для системного демонтажа российского государства и российского общества, а ее иллюзии по поводу вхождения в Запад следует выбросить на помойку. Если Россия останется открытой и не выбросит эти иллюзии на помойку, то она будет ликвидирована в ближайшее десятилетие. Да и что значит остаться открытой и не выбросить прозападные иллюзии в условиях, когда тебя закрывают извне и каждый день глумятся над твоими иллюзиями? Это значит превратить открытость и иллюзии по поводу вхождения в Запад в некие бессмысленные фантомные боли, сочетаемые с проклятиями в адрес Запада, которые, конечно же, являются средоточием блага, но почему-то нас не любят. Запад на это отвечает. Да, я средоточие блага, а я не люблю вас, потому что вы средоточие зла. Новая редакция империи зла. Россия же, соглашаясь с Западом по вопросу о том, что он является средоточием блага, обижается на то, что это средоточие блага и хочет признать Россию чем-либо, кроме средоточия зла. Понимает ли российское руководство, чем чревато для него такое ущербное оппозиционирование? Между тем, резкое ухудшение мировой жизни началось сразу после краха эсэра коммунизма. Это ведь очевидно. Ковидное безумие и то, что оно с собой приволокло, является лишь очередной фазой этого ухудшения. А сокрушение России приведет к такому ухудшению мировой жизни, которое впору назвать ее полным расчеловечиванием. Так что на весах и впрямь лежит очень и очень многое. И совсем уж не гоже в таких условиях цепляться за псевдооткрытость и псевдозападность, при том, что и то, и другое представляет собой только фантомные боли. Но для того, чтобы за это не цепляться, нужно создать новую реальность, не открытую и не прозападную. А что будет происходить в этой реальности с созданными для открытости и прозападности группами и институтами? Их можно приспособить к этой новой диаметрально противоположной реальности? Кто-то всерьез считает, что это возможно? Кто-то верит, что данные группы и институты не будут тянуть одеяло на себя, не пожертвуют России как целостным государством ради самосохранения? Ведь уже очевидно, что пожертвуют. Теперь давайте присмотримся к данному сюжету более пристально. Давайте сфокусируемся на нем хотя бы отчасти. А то ведь может получиться так, что мы постигнем суть всех медицинских звуключений и окажемся, постигнув все это, в пучине без государственного антибытия. И что тогда делать со всеми полученными медицинскими общесистемными знаниями? Да, они абсолютно необходимы, чтобы отстаивать Россию и человечность как таковую. Но чтобы отстаивать Россию, надо ее извлечь из описанной мною ситуации. А отстоять человечность без России нам не удастся. И кроме того, вряд ли мы согласимся с подобной целевой установкой. Что такое прежние, основанные на открытости и вхождении в Запад, приоритеты в построении отношений с тем, что предлагает нам этот самый Запад? В прежней системе приоритетов принятие всех подобных предложений Запада означало принятие благословенных даров. Более того, твое место в российском социуме определялось тем, каков объем сделанных тебе лично благих даров, то есть этих самых предложений, исходящих от любезного твоему сердцу Запада. Если, к примеру, этот Запад предлагал тебе стать мормоном, то есть войти в западную авторитетную религиозную структуру, то как ты должен был отнестись к этому предложению в случае, если приоритетом является открытость России и ее вхождение в Запад? Конечно же, ты должен был принять тогда это предложение и с гордостью являть окружающим свое причастное к Западу, вытекающую из этого твоего принятия. А окружающие должны были ахать и охать и говорить, какой же это правильный, эффективный и нужный нашему открытому обществу человек. Его же аж сам Благословенный Запад принимает, делая епископом своей авторитетной мормонской церкви. Так было давеча. Топереча все начинает меняться, причем изменения эти становятся достаточно существенными, но при этом не до конца внятными. В условиях подобных изменений мормоны из авторитетных представителей Благословенного Запада становятся чем, чем они и являлись матерыми американскими спецслужбистами, заточенными на американские цели по уничтожению России. Но мормонская церковь в России и СНГ при этом сохраняется в виде того самого института, который ранее должен был содействовать открытию и вхождению в Запад, а теперь болтается в качестве атовизма прежней эпохи и питается некими фантомными прозападными болями нашей элиты, сохраненными в новую эпоху, вопреки всему происходящему. Причем мормоны – всего лишь один из элементов нашей прежней прозападной, благословенной, открытой бытийственности. Есть еще и целый ряд других американских или европейских крупнейших религиозных организаций, обладающих огромными возможностями и ни на йоту, ни отклоняющихся от задания своих западных хозяев по уничтожению России. И все эти организации расцвели в России и СНГ пышным цветом в эпоху, когда считалось, что вхождение в эти организации было знаком благословенной избранности, а не сопричастности чему-то, что будет уничтожать общество и государство. А теперь-то что с этим делать? Вот вопрос, который я не имею права не обсуждать, коль скоро ковидно-байденовское безумие и впрямь заточено и против России, и против человечества. Коль скоро и впрямь это безумие приволокло с собой окончательное истребление всей остаточной, небезусловной, но все же существовавшей принципиальности. Нам-то в этом случае совсем уж не гоже потакать подобному истреблению остатков принципиальности. Но мы ведь именно истреблением остатков собственной принципиальности занялись в предшествующую эпоху, решив поклониться Западу и открыться ему. Не абы как открыться, а с особой иступленной безоглядностью. И надо сказать, мы, открывшись подобным образом, существенно преуспели в подобной открытости себе на горе. Нельзя уклоняться от обсуждения данного обстоятельства ни под какими предлогами. Ничто не позволяет в нынешней ситуации продлевать подобную уклончивость. С ней надо срочно завязывать, отдавая себе при этом отчет в том, что и избыточная уклончивость, и избыточная порывистость одинаково пагубны. Мы одинаково погибнем, и если начнем агалтево крушить все наследство прозападной открытости, и если ограничимся косметическими коррективами элитного рельефа институтов, унаследованных от предыдущей эпохи. Мы не можем уклониться от необходимости нового отношения к прежнему наследству, ко всем этим западным НКО и религиозным организациям, а также ко всему остальному, что вчера казалось благим и желанным с точки зрения открытости и вхождения Запада. А сегодня это обнаружилось в качестве диаметрально противоположного. И при этом новом отношении мы должны проявлять ту принципиальность, которую Запад решил демонтировать окончательно. Но нам-то категорически не следует, задрав штаны, бежать за этим западным уничтожительством остатков принципиальности. При том, что в предыдущую эпоху мы эту уничтожительность впитали в качестве нового морального принципа, отвечающего новой целевой установке, она же открытости вхождения в Запад. Мы должны решительно и осторожно демонтировать наследство в предыдущей эпохе, признав, что эта эпоха кончилась безвозвратно, и что без подобного демонтажа мы погибли. Мы должны проявлять при этом забытую принципиальность, мы должны избегать крайностей, мы должны понимать, что институты и группы созданы для того, что считалось благим в предыдущую эпоху, не могут быть сохранены, коль скоро целью является спасение России от скорого и беспощадного сокрушения нашего Отечества Западом. Реализовать это новое долженствование невероятно трудно. Унаследованные группы, институты будут бороться против реализации этого нового долженствования. И у них есть для этого огромные возможности, порожденные тем, что предыдущее долженствование сделало солью земли российской именно те институты и группы, которые в максимальном объеме вкусили западных благодеяний, проявив те качества, которые позволили Западу излить эти благодеяния именно на эти институты и группы, при том, что Запад не дурак и не станет изливать подобные благодеяния, або на кого, не сообразуясь никак со своими фундаментальными интересами. Это у нас с вами была одна эпоха, потом настала другая, требующая диаметрально противоположного. У Запада же с давних пор цель одна – наше уничтожение. И благодеяние он будет изливать на тех, кто может содействовать реализации его целей. Но еще до того, как начнется наша внутренняя перезагрузка, не имеющая ничего общего с коварными предложениями Обамы, Байдена и же с ними, и являющаяся чем-то диаметрально противоположным этой перезагрузке извне, надо инвентаризировать наличествующее с минимальной принципиальностью, которое в существенной степени изъятое из нашей жизни. Первый этап нашей новой жизни – осознание этого изъятия. Мы должны спросить себя, как мы дошли до жизни такой? Что же с нами произошло? Второй этап возвращения изъятого. Мы должны выкинутую из жизни принципиальность вернуть. Третий этап – разумная, решительная, осторожная перезагрузка изнутри, как антитеза, навязываемая нам внешним перезагрузкой. Мы не сможем даже войти в первый этап, и тем более решить его задачи, не задав вопрос, что же с нами, собственно говоря, происходит? Откуда возникла гниль беспринципности? Как она поселилась в душах? Что это за гнойник довольства и покоя, который, прорвавшись внутрь, не дает понять, откуда смерть? Присмотримся к определенным ситуациям, с тем, чтобы не обсуждать все с избыточной абстрактностью. Оранжевая революция в Армении привела к власти некого господина Пашиняна. Этот господин заявил сначала, что он будет сражаться насмерть за Карабах с Азербайджанно-турецким врагом и послал на эту войну поверивших ему молодых армянских патриотов. Затем Пашинян этих патриотов предал. Армения потеряла много тысяч молодых парней. А сторонники Пашиняна, в том числе принадлежащих западным сектам, играющим очень важную роль в поддержке Пашиняна, уже говорят о том, что Карабах принадлежит Азербайджану и его надо Азербайджану отдать во имя того-то и того-то. Возможно ли, в принципе, такая установка? Да, возможно. Но тогда она должна была быть изначально заявлена. Из этого могли быть извлечены некие дополнительные возможности, а главное, не погибли бы многие тысячи молодых армянских парней. Так ведь нет. Сначала этих парней послали на смерть за Карабах, а потом стали. Сперва невнятно, затем все более открыто прорабатывать тему необходимости сдачи Карабаха и, соответственно, абсолютной бессмысленности смерти этих многих тысяч молодых армянских парней. Теперь Армения пытается достаточно робко разобраться с Пашиняном. Кто-то бормочет по поводу того, что русские этого не хотят. А когда ставили Пашиняна, то сообразовывались с желаниями русских. Но для меня не в этом главное. Главное в том, что тысячи армянских семей, исповедующих кавказские традиции, потеряли молодых людей в результате предательства. Тысячи армянских семей – это десятки тысяч родственников, переживающих подобную потерю, и сотни тысяч знакомых этих родственников. Кавказское армянское общество еще не до конца потеряло свою традиционность. И что же? Огромная масса людей топчется на месте, проявляет нерешительность. Ее проявляют люди с военным опытом, карабахским или иным. Ее проявляют отцы и матери семейств. А Пашиняну, хмыляясь, говорит, что власти не отдаст, потому что ему ее отдавать не хочется. И все должны идти куда подальше со своими страстями, по мертвым, национальными интересами и прочей ахинеей. Я не могу поверить, что армянское общество в силу его кавказской традиционалистской природы может проявить такую растерянность. Но оно же ее проявляет. При том, что опорой Пашиняна, повторяю, стали западной религиозной организацией, чей стремительный рост в постсоветскую эпоху перекрыл доминирование армянской апостольской церкви, казавшейся ранее непререкаемым христианским авторитетом. Есть в этом что-то страшное, скверное и, да, нельзя масштабное, не так ли? Надо это обсуждать? Безусловно. А разве произошедшее на Украине, где, опять-таки, западные секции слились в едином экстазе с греко-католиками и устроили кровавую гражданскую войну, готовую перерасти в большую и самоубийственную войну с Россией? Не надо обсуждать под аналогичным углом зрения? Или же надо и тут игнорировать странную, масштабную, да нельзя скверность происходящего, а также роль все тех же самых западных сект или религиозных организаций, ориентированных, как и греко-католики, вовсе не на украинские интересы? Или, скажем так, вовсе не на все украинские интересы? Что знаменует собой эта чуждость национальным интересам подобных сект, являющихся опорой определенных антинациональных режимов? Разве эти же секты не резвились в Белоруссии? И, наконец, как можно все это обсуждать, не обсуждая Россию? И как можно в подобном обсуждении не проявлять хотя бы минимума принципиальности? Крохотная Южная Осетия, например, сильно пострадала от фашистского режима Саакашвили, опять же, находившегося в очень прочных связях с западными религиозными организациями, защитой прав которых Саакашвили занимался еще до того, как стал кровавым диктатором. США поддерживают Грузию в ее желании расправиться с Южной Осетией. В чем состоит минимальная принципиальность, сочетаемая с требованиями новой эпохи? В том, чтобы избавить Южную Осетию от уже состоявшегося в ней засилия все тех же западных сект. Количество сектантов уже исчисляется тысячами вместе с семьями и знакомыми. Это тянет на большее. Налицо очевидный электоральный вызов. Как на него надо отвечать? А главное как будут действовать на электоральном поле эти же самые секты при продолжении попустительства и наращивании их возможностей? Вот вопрос, на который надо отвечать в Южной Осетии. Это не частное дело данной крохотной страны. Русская судьба уже связана судьбой Южной Осетии. Любые успехи Запада в Южной Осетии пройдет определенные вожделения. Ах, с этим справились, так и с другим справимся. Мы же уже слышим то же самое и по поводу Карабаха. Итак, повторяю, любые успехи Запада в Южной Осетии запустят некий принцип домино. Ну, а разве внутри России нет тех же самых сект? При том, что свет клином не сошелся на сектах, речь, повторяю, идет о совокупном наследстве предыдущей эпохи. Эпохи, в которую, повторяю, принадлежность к прозападной секте была не клеймом проклятия, а знаком качества и обеспечивала определенную элитную мобильность как внутри России, так и на сопредельных территориях, в той же Южной Осетии, которую в предыдущий период не отделяла от Грузии совсем уж непроницаемая стена. При этом согласитесь, сколько бы опасно не было засилие западных сект в оппозиции, еще неизмеримо опаснее наличие ставленников этих сект во власти. Так ведь? Это опасно и собственно политически, потому что канал во власть дает западным сектам определенные возможности и в моральном плане, потому что наличие ставленников таких сект во власти подрывает доверие к власти, а это губительно. Но повторяю в который раз подобными сектами, как бы важны они ни были, все не исчерпывается. Они лишь часть совокупного наследства эпохи открытости и вхожденчества. Что теперь делать с этим совокупным наследством, которое не отделено от власти непроницаемой стеной? Что делать с властным компонентом этого наследства? С Навальным как-нибудь разберемся. А как быть с башнями Кремля, определенным образом проявившими себя в эпоху Болотной? Как быть вообще с двусмысленностью этого наследства? Надо же вначале увидеть, оценить эту двусмысленность, а потом начать с ней как-то разбираться. Желательно и осторожно, и решительно. В эпоху распада СССР нам говорили, начальству виднее, те, кому нужно, проявляют бдительность. Потом те, кому нужно, оказались сторонниками Запада. Товарищ Марчук, который должен был проявлять бдительность на Украине, разве не оказался ревнителем организации ОНАУНСО и западенства в целом? Надо ли называть другие имена? Их ведь, как говорится, до и больше. И как, собственно говоря, должны вести себя даже те, кто проявляет бдительность в условиях этого самого сохранения наследства предыдущего периода, предыдущей эпохи? Оно ведь, наследство это, является существенным фактором современности? А те, кто проявляют бдительность по долгу службы, очень сильно регламентированы наличием такого существенного фактора современности, как это самое наследство? Обсуждая все это на одной из телепередач, я в качестве тревожной частности упомянул наличие в Южной Осетии очень высокого должностного лица, не скрывающего свои принадлежности к секте мормонов, то есть к той секте, которая всегда демонстрировала свою крайнюю солидарность с американскими спецслужбами. Допустимо ли нечто подобное в новую эпоху? Подчеркну еще раз, что для меня это было важным частным примером, причем примером на тему «Что же с нами происходит?» Ну, вдумайтесь, Южная Осетия является жертвой грузинского Саакашвилиевского бесчинства. Кровь еще не высохла до конца и никогда не высохнет до конца. Ни Южная Осетинская кровь, ни кровь Беслана. Бесчинство это Саакашвилиевское никуда не делось. Оно по-прежнему вожделеет геноцида Южной Осетии. Могут ли находиться в этой ситуации на высочайшей административной должности в государстве, призванном защищать народ от этого геноцита, например, члены грузинской организации Мхедриони или лица, связанные с бандами Саакашвили, причем связанные абсолютно обязательными и очевидными отношениями? Что знаменовало бы собой нахождение в ближайшей окрестности юго-осетинского олимпоподобного рода лиц? Как бы к этому отнеслось общество? Между тем, мормоны ничуть не лучшим Мхедриони или Саакашвилиевских банд. Скажу парадоксальную вещь. Скорее можно, это не значит нужно, а то потом кто-то залопит, что я говорю об этом. Договориться с Мхедриони или этими омерзительными Саакашвилиевскими бандами, чем с мормонами. Потому что мормоны просто часть американской спецслужбистской элиты. И у них совсем другие возможности, чем у мелких грузинских банд. В этом смысле их не перекупишь, не переориентируешь. Они заточены на уничтожение России, потому что такова установка американской власти, а мормоны часть этой власти. уничтожение России вполне может начаться с кровавых эксцессов на поддержанных ею территориях, включая Южную Осетию. Так что с нами происходит? Что мы в этой ситуации готовы наблюдать с олимпийским спокойствием? В ответ на этот мой законный вопрос, масштабность которого, буду это подчеркивать снова и снова, никак не предполагает юго-осетинской фокусировки, возникли странные реакции со стороны сначала каких-то пиарщиков, потом юго-осетинского МИДа, потом самого президента Южной Осетии. Я не первый год и не первое десятилетие занимаюсь политикой. И в большей степени нежели зрители этой передачи понимают практическую невозможность возникновения таких реакций в ничьей-то конкретной заинтересованности. Причем речь должна идти не о заинтересованности МИДа или Бибилова, а также не о заинтересованности американского империализма. В таких случаях все всегда обстоит иначе, проще, конкретнее, грубее. Так как же именно все обстоит? Я задал этот вопрос членам моего аналитического центра. Они достаточно быстро нашли ответ. Найдя же его, предоставили мне необходимые доказательства в виде информационной войны одних юго-осетинских групп, анти-Бибиловских, с другими группами, ориентированными на Бибилова. Такая информационная война, порожденная войной собственно политической, то есть борьбой за власть, является крайне прискорбным фактом нашей действительности. К сожалению, силы, отразившие внешнего смертельного врага, быстро успокаиваются, а успокоившись, превращают свою победу в некую избыточную конкуренцию клановых групп. Видимо, этим силам, отразившим Саакашвили, кажется, что опасность позайди, и можно перейти к поствоенной клановой конкуренции. Мне такая позиция кажется глубоко ошибочной, но она, к сожалению, носит неискореняемый характер, будучи связанной и со структурой общества, и с особыми обстоятельствами так называемого первоначального накопления капитала, осуществляемого в постсоветский период. В антибибиловском тексте, с которым меня ознакомили, фигурирует не только внутреннее, как говорили ранее, внутреннее, но и внешняя фактура. Она представлена агрессивным упоминанием определенного заморского гостя, именуемого комическим персонажем в черных очках, а также крымским клоуном, обвинившим в предательстве антибибиловскую часть осетинских патриотов. Я вовсе не разделяю пафоса данного антибибиловского текста и категорически не хочу включаться в юго-осетинский конфликт между кланами, одинаково противостоявшими ранее внешней предельной грузино-американской угрозе. Текст же я привожу, потому что, как и подобает таким текстам, он крайне конкретен, и в нем сначала говорится о комическом персонажа в черных очках, стравливающим осетин. Потом этот персонаж именуется крымским клоуном, обвиняющим в предательстве невинных людей. Потом же он фигурирует в качестве брехуна в черных очках. Повторяю, я с этими оценками не солидаризируюсь. Я просто понимаю, что автор оценок вполне конкретен и знает, что говорить. Все, кто участвуют в подобных межклановых частных разборках, всегда до предела конкретны и всегда отлично информированы о неких их интересующих частностях, которые из Москвы и в микроскопе. В итоге из нагромождения эпитетов наконец выныривает фамилия того, кто, по мнению автора статьи, подталкивает Анатолия Бибилова к конфронтации с другими юго-осетинскими патриотами. Упоминаемая автором антибибиловского текста фамилия Сергей Веселовский. Якобы, подчеркиваю, здесь это якобы, еще раз обращаю внимание на то, что лица, участвующие в конфликтах кланов, осведомлены о подобного рода частностях. Бибилов встретился в Крыму с Сергеем Веселовским, представляющим интернет-ресурс Ньюсфронт, и решил воспользоваться услугами данного человека, построившее прочные отношения с окружением Бибилова. Все услышали слово якобы? Я здесь цитирую определенный текст, яростно антибибиловский, оговаривая то, что я по опыту знаю. Такие тексты могут очень избыточно как бы поносить противников, но они не грешат в частностях, очень редко грешат, потому что частности-то автором подобной межклановой борьбы очень хорошо известны. Ты кто такой Сергей Веселовский упомянутый автором антибибиловского текста. Это крымский политик, журналист и общественный деятель, который в 1990-е занялся публичной политикой, а с конца 1990-х годов переключился на правозащитную деятельность. Сам Веселовский упоминает несколько организаций, в которых он был или руководителем, или активным участником. В числе этих организаций антифашистское движение имени Павла Судоплатова, Комитет гражданской безопасности «Наше право» и незарегистрированное движение «Крымские партизаны». Веселовский активно участвовал в «Крымской весне», занимал антибандеровскую патриотическую позицию, содействовал присоединению Крыма. В своих воспоминаниях Веселовский говорит о том, что 27 февраля 2014 года крымчане впервые увидели вежливых людей, а 1 марта 2014 года Веселовский это цитата из его воспоминаний вместе со своими товарищами Константином Кныриком и Кириллом Беловым провели пресс-конференцию. При этом в тот же день Совет Федерации РФ дал разрешение президенту России Владимиру Путину использовать вооруженные силы за пределами страны. После воссоединения Крыма с Россией Веселовский по его словам нашел свою нишу как автор и ведущий программы «На самом деле», начинавшееся как часовое политическое ток-шоу придуманное Веселовским вместе со своим товарищем Константином Кныриком. Сначала еще в украинские времена программа выходила на одном из крымских телеканалов а теперь она выходит в рамках работы агентства «Ньюсфронт», которое возглавляет близкий товарищ Веселовского Константин Кнырик. Поскольку противник Веселовского, стоящий на антибибиловских позициях, обвиняет Веселовского в том, что пробибиловский пиар ведется в том числе с использованием агентства «Ньюсфронт», то уместно вкратце обсудить это агентство его создателя Константина Кнырика, который присутствовал вместе со мной на той программе Владимира Соловьева, в которой я выразил свое возмущение мармонизацией Юго-Осетинской президентской администрации, это не могло по определению не возбудить Кнырика и Веселовского, которые заняты пробибиловским пиаром и воспринимают мои слова не как печальную констатацию, на которую надо отвечать с позиции гражданской ответственности, а как пиар с обратным знаком. Весь мир пиар, все люди пиарщики. И все дальнейшие выступления, в которых все, вплоть до Бибилова, выражали свое негодование моим указанием на эту мармонизацию Юго-Осетинской администрации, имеют, как и все в нашей стране, вполне конкретный источник. пробибиловские пиарщики решили, что я атакую Бибилова и накрутили своих заказчиков соответствующим образом. Ну так кто же такие Ньюсфронт и Кнырик с Веселовским? Про Веселовского я уже что-то сказал. Что же касается Кнырика, то он крымчанин, родившийся в городе Бахчисарай в 1989 году. По образованию юрист Кнырик возглавляет информационное агентство Ньюсфронт Юго-Восточный фронт. Как и Веселовский, Кнырик выступал в защиту русского Крыма еще тогда, когда за это преследовали. Поскольку, к сожалению, в патриотическое движение, отстаивавшее русскость Крыма, входили очень разные силы, то приходится, оговорив последовательно русскую патриотическую позицию Кнырика и его соратников, оговорить одновременно и то, в рамках какого конкретного мировоззрения реализовывалась такая патриотическая позиция. В 2006 году, в возрасте 17 лет, Константин Кнырик, чей отец, Сергей Владимирович, был одним из основателей русского движения Крыма, возглавил Крымское отделение Евразийского союза молодежи. Евразийский союз молодежи. Это молодежная организация, созданная в 2005 году в рамках Международного Евразийского движения, возглавляемого Александром Дугином. О его создании было объявлено на Конгрессе интеллектуальной евразийской молодежи. В Конгрессе приняли участие представители 24 регионов России, а также зарубежные гости из Ливана, Италии и США. На Конгрессе лидер Международного Евразийского движения Дугин и член Евразийского комитета движения Валерий Коровин предложили создать Евразийский союз молодежи. Учредительный съезд Евразийского союза молодежи прошел 26 февраля 2005 года в городе Александров Владимирской области. На съезде присутствовал представитель США Джастин Коугал из города Сиэтл. Джастин Коугал в частности заявил, что он 6 лет служил морской пехоте США. Однако является противником политики, которая проводится в США последние 50 лет, то есть 1955 года. Конгресс, на котором выступал Джастин Коугал состоялся в 2005 году. Где именно проходит грань между позитивной политикой США, сбросивших атомную бомбу на Хиросиму Нагасаки и вставших на путь борьбы со своим вчерашним союзником СССР не в 1955 году, а намного ранее, Джастин Коугал не сказал. Но сама мировоззренческая ориентация Евразийского союза молодежи, как своеобразного его так зовут Дуген-Югенда, никоим образом не противоречит союзу с крайними американскими консерваторами, ратующими в том числе и за гегемонию США. Дружить дугенисты предлагают только против либералов, и это их последовательная позиция, имеющая свое практическое воплощение в принципе международного единства определенных сил, входящих в так называемый черный интернационал. Теоретически в этом интернационале вполне есть место мормонам, которые очень консервативны. Повторяю, я не констатирую это, я только говорю о теоретической допустимости подобного, не более того, но и не менее. Новый правый дискурс, провозглашенный Дугином, он, знаете ли, таков? Неприятие современного мира, необходимость заменить этот мир сакральным миром традиции с большой буквы, прошу не путать с обычным традиционализмом, диктатура новой элиты, соединение традиционализма с большой буквы, традиционализма солнечных героев, национал социализма в его определенной редакции, черные знамена с расходящимися из общего центра золотыми стрелами, звезда Чингисхана в темном небе Евразии, звезда тотальной экспансии, она же звезда хаоса. Вряд ли стоит мне в этой передаче обсуждать подробнее всю эту хорошо известную идеологическую материю. Гораздо более содержательно представляется объективный анализ дальнейшей политической карьеры Константина Кнырика. В 2008 году Кнырик присоединяется к партии Русский Блок, возглавляет Бахчисарайское отделение партии, становится депутатом Бахчисарайского городского совета. Русский Блок какое-то время держался на плаву, но потом постепенно сошел на нет. Наиболее ярким руководителем Русского Блока был, конечно же Александр Григорьевич Свистунов, предлагавший Русскому Блоку сотрудничать не только с партией Натальей Ветренко, но и с крайне антирусским братством Корчинского. Это породило конфликты в Русском Блоке, в итоге преодоленные Свистуновым. При следующем лидере Геннадии Басове партия окончательно сошла на них. Людям, мало знакомым с крымской политикой, сообщаю, что Русский Блок и Русское Единство Сергея Аксенова это совершенно разные политические силы. И что какое-то время Сергея Аксенова обвиняли справедливый или нет отдельный вопрос в атаках на партию Русский Блок, осуществляемых в интересах Русского Единства. Я не могу и не хочу оценивать справедливость этого утверждения. Я только подчеркиваю, что Русский Блок это совсем не Русское Единство, что это, как говорят в Одессе две большие разницы. Обсуждать политическую карьеру Кнырика слишком подробно значит уходить от существа вопроса. Поэтому сообщаю зрителю, что в настоящее время, если верить официальным документам, Константин Кнырик является председателем Крымского отделения партии Родина. В этой связи напоминаю зрителю, что вплоть до краха Игоря Стрелкова активно обсуждалась возможность того, что Стрелков займет лидирующую позицию в партии Родина. А кое-кто, занимавший серьезное положение, даже говорил, что Стрелкова и послали-то ради пиара партии Родина. Председатель партии Родина Алексей Журавлев поддерживал инициативу Стрелкова, а идеолог партии Федор Бирюков проводил сравнение Стрелкова с Че Геварой. Бирюкову, этому идеологу партии Родина, в частности, принадлежит такое заявление. Мы помним, на мой взгляд, совершенно отвратительный дермарш Сергея Кургиняна, который пытался, можно сказать, дискредитировать ополчение. Многие говорили, что Стрелков, скорее всего, исчезнет из медийного пространства, потому что он стал неудобной фигурой для определенных сил, чем, кстати сказать, также пользовалась пятая колонна, которая на прибой твердила, что, мол, власть слива Новороссию. То, что Игорь Иванович недавно собрал пресс-конференцию и четко расставил акценты, большой плюс и для всех настоящих патриотов, и для самого Стрелкова, который, наконец-то, начал выходить из тени. Все до сих пор выходят и заходят. Меньше всего меня интересует тут отношение кого-либо к моей личности. Намного важнее другое. С 2006 по 2012 год партия Родина была распущена. Она была вновь восстановлена 29 сентября 2012 года и официально зарегистрирована Минюстом 21 декабря 2012 года. Председателем партии был избран депутат Государственной Думы 6-го созыва Алексей Журавлев, являвшейся на момент избрания председателем общероссийской общественной патриотической организации Конгресс Русских Общин. Ох уж мне этот Конгресс. В 1995 году от Конгресса Русских Общин избирался в том числе и Александр Лебедь. Но Конгресс провалился тогда на выборах. И Лебедь продолжил самостоятельную карьеру, показав на первом туре президентских выборов 1996 года впечатляющий результат и призвав во втором туре россиян голосовать за Бориса Ельцина. Это и привело к назначению Лебедя на пост секретаря Совета Безопасности. В качество такового он подписал позорные Савюртовские соглашения. Лебедь подписал эти соглашения Стрелков позорным образом бежал и хотел бросить на растерзание весь Донбасс. Все время позор в основе и предательства этих самых русских интересов. Так ведь? Мне с давних пор хотелось понять природу странного тяготения Родины и Конгресса русских общин к людям типа Лебедя и Стрелкова. Понятно, почему эти организации настроены радикально антикоммунистически и антисоветски. Но почему они должны тяготеть к людям, которые проваливают, создавая русские интересы? Всем вообще известно, что Стрелков целенаправленно сдал Донбасс. Об этом рассказывали его ближайшие сподвижники и он сам. Ужасный русский Лебедь прочнейшим образом взаимодействовал с Шамилем Басаевым и прочими, то есть врагами русского народа. Лебедь стал архитектором русского позора, который прервался только второй Чеченской войной. Так в чем природа этих тяготений к позорникам? И как ведут себя сами эти позорники? Зачем Стрелков заключил в объятия не только обычных врагов России, но и выродка по фамилии Просвирнин, заявившего, что 22 июня это день отмщения, то есть день ликования подлинно русских, таких как эсэсовец Дерливангер, решивших расправиться с ОВКОМ под руководством Адольфа Гитлера? Вот это все зачем? Оно зачем родине Конгрессу русских общин Стрелкову зачем Просвирнин? Стрелков ведь знал о такой позиции Просвирнина, но это ничему не помешало. Почему? Нет ли здесь чего-то такого, что превращает обычный русский патриотизм, пусть и сколь угодно антисоветский, в нечто диаметрально противоположное и как-то связанное с коллаборационизмом предвоенные военные эпохи. Крайний антисоветизм ни с каким нормальным русским патриотизмом связан не может быть по определению. Абсолютная холлана СССР сразу превращается в черную дыру, то есть в антирусскость. И тем не менее, ну предположим даже, что каким-то фантастическим образом, не весть каким, этот крайний русский антикоммунистический патриотизм может существовать и быть полноценным. Но при чем-то Дирлевангер, Гитлер, постоянная издача русских интересов в Славянске или в Чечне, нет ли тут какого-то встроенного компонента власовского или квази-власовского типа? Я не утверждаю, что он есть, но что-то мне подсказывает как минимум небеспочвенность этой моей гипотезы. Потому что с точки зрения того, что именовалось открытостью и вхожденчеством, любые связи за бугром рассматривались как огромный желанный плюс. В том числе связи с любыми белогвардейцами, как угодно обвалявшимися в царушничестве или в чем угодно еще. Я знаю, что говорю, и это касалось очень и очень многих. Но пусть даже такая гипотеза кому-то покажется слишком смелой. Согласитесь, налицо ведь во всей этой стрелковщине, лебедевщине, лебедевщине, еще бог знает в чем очевидное, совсем уже очевидное размывание даже самой остаточной принципиальности. Послушайте, если мы переходим в новую эпоху, и если в эту эпоху Запад враг и мы должны отстраивать антизападную парадигму и закрытость, то нельзя же не признать, что все герои так называемого белого движения были связаны с этим Западом через немцев или Антанту, а значит были, коль скоро Антанта, например, была не спасением разумной русской жизни, а расчленением России, она была именно этим, коллабрационистами, офицерами, оккупационных войск. И если бы они в этом не обвалялись, то значительная часть дворянского офицерства и генералитета, перешедшего на сторону красных, еще бы подумала, как ей определиться. но когда этот коллаборационизм был явлен во всей своей непривожности, тогда многие офицеры и генералы окончательно решили, что надо поддержать красных. разве это не очевидно? Но если это очевидно, то назвавшись русским державником и антизападником, разве можно одновременно с этим заигрывать хоть с Гитлером, хоть с СС, хоть с Дерлевангером, хоть вот с этим коллаборационизмом разного качества, хоть с прочими сходными вещами. Ведь нельзя же, если, внимание, сохранена хоть какая-то принципиальность. Назвался русским державником борись за расширение русской территории, а не сдавай ее антирусским врагам. Но не тут-то было. Стрелков перед ним лебедь, за ним еще что-то маячет. Вот оно, следствие предыдущей эпохи и размывания всяческой принципиальности. Я убежден, что судьба России решится по-разному в зависимости от того, удастся ли восстановить принцип в качестве креугольного элемента мировоззрения. Это русский патриот? Ты ненавидишь красных? Ты не можешь служить ЦРУ, потому что ЦРУ хочет уничтожить не красных, а всю Россию. И ты это знаешь. Если продолжится вся эта лебедевщина, стрелковщина и прочее, это предательство под вопли об ужасной русскости и зловещих кознях всяких там кургинянов, то дело плохо. Нам в новую эпоху не выставить. Вы же видите, что я не проклинаю, не хочу какого-то подвергнуть хуле. Это боль моя, давнишняя, с начального периода газеты день и завтра, на протяжении всех этих 30 лет. И вот наступила такая эпоха, в которую все это ну совсем уже неприемлемо. А ведь инерция продолжается. Вот что мне, к сожалению, приходится обсуждать сразу же после приезда в Александровское. Всего все это и вновь вклинилось в мою размеренно безумную Александровскую бытийственность. Повторяю, я скоро вернусь ковиду. Обещаю, что следующая моя передача о нем состоится до моего отъезда из Александровского. Но для начала я все же завершу этот вклинившийся в мою жизнь странный и как бы юго-осетинский сюжет. На самом деле он отнюдь не только юго-осетинский, он очень серьезный и очень масштабный, а также очень конкретный, грубый, очевидный, потому что в Южной Осетии есть обычная классическая, так сказать, партия, прямо непосредственно сопряженная с российской правящей партией под названием Единая Россия. Партия Южная Осетия называется Республиканская политическая партия Единая Осетия. Ее создателем был нынешний глава юго-осетинского государства Анатолий Ильич Бибилов. Возглавляет ее сейчас в связи с президентством Бибилова председатель парламента Республики Южной Осетии Алан Сергеевич Тагаев. Не желаю вникать в нюансы юго-осетинской политики, но в первом приближении конечно же именно Единая Осетия является партией Бибилова. Так и должно быть Единая Осетия связана с Единой Россией. Это две правящие партии. Одна в Южной Осетии, другая в России. И никакая другая связка не может иметь места. Слишком опасной является ситуация. Так почему же защитой интересов Бибилова должны заниматься не пиарщики правящей огромной российской партией, каковой является Единая Россия, у которой этих пиарщиков, что называется, до и больше, а пиарщики, входящие в партию Родина, которая прославилась только дружбой с Лебедем и Стрелковым и никаких значимых электоральных результатов не имеет. Но вам в простейшем смысле слова это не представляется странным? Да нельзя! И нет ли тут связи между мормонским влиянием в администрацию юго-осетинского президента и этой странностью, отдающей Лебедянию и Стрелковщины? А что есть ли для Лебедяни Стрелковщины, той же Дугиновщины мормоны это вовсе не такие уж ужасные ЦРУшники, а соратники по Великой Консервативной Революции, Черному Интернационалу, эт-цет-ра. Тогда все становится на свои места, не так ли? Несколько слов по поводу муссируемой этими странными мудрецами моей, якобы имеющей место, мании величия в том, что касается признания Южной Осетии. Во-первых, я никогда не занимаюсь выдумками в ужасно коварных вопросах, каковыми по определению является все, что связано с принятием решений. Решения всегда принимают те, кто на это уполномочен волей народа. и что? Перед тем, как развернуто обсудить это и что, я скажу, что, во-вторых, решения никогда не высасываются из пальца и зачастую являются результатом сложнейших интеллектуальных политических процедур, имеющих в том числе и весьма противоречивый характер. Да, решения принимают только люди, обреченные определенными полномочиями. Вновь спрашиваю, и что? Констатация данного обстоятельства полностью ущерпает природу политического процесса? Какой невежда осмеливается утверждать что-то подобное? Сразу же оговорюсь, что к судьбоносным, по моему мнению, и блестяще реализованным решениям по Крыму я не имел никакого отношения. Но неужели я не имел никакого отношения к тому, что произошло в Донецке? При том, что все решения все равно принимал только тот, кто облечен насочающими полномочиями. Я должен вам сказать, что у меня, господина Стрелкова, не было ни одного вопроса на протяжении всего предыдущего времени. Посмотрите, о чем я говорил и как. И вы не найдете ни одного слова плохого его адреса. Сейчас я спрашиваю первое, зачем он сдал Славянск? Потому, что он его сдал. Так я имел или не имел отношения к решениям, принимаемым в Донецке? Если не имел, то какого ляду все воли выли и выли эти самые псевдопатриоты на все голоса, что я погубил Стрелкова и прочее, как я мог это сделать, не имея никакого отношения к принимаемым решениям? Либо я никакого отношения не имел, и тогда нечего выйти, либо все не сводится к справедливой констатации, согласно которой дважды два четыре, решения принимают те, кто имеет соответствующий полномочий. Решение об отмене программы Явлинского пятьсот дней принял президент СССР Михаил Горбачев, имевший соответствующие полномочия. Это их прям как дважды два четыре, но Горбачев почему-то принял такое решение, отказавшись от своего же ранее принятого решения, согласно которому программу Явлинского надо принимать как программу Явлинского Горбачева. Не было бы такого предыдущего решения того же Горбачева не началось бы раскручивание Явлинского. Правда? Так почему Горбачев от этого решения отказался и принял новое? Потому что политбюро ЦК КПСС на него надавило? А почему оно надавило? Почему до определенного момента почти все умилялись по поводу программы Явлинского? А потом она была выкинута в помойное ведро? ответ на такое почему аналитики высокого класса такие как Джон Кеннет Гелбрейд называли наличием тонкой структуры принимаемых решений иногда еще называли ее техноструктуры кто-то всегда знает о наличии или отсутствии таких структур а кто-то про это не знает но структуры существуют решение об отставке генерала Александра Лебедя с поста секретаря Совета Безопасности принял конечно же президента России Борис Ельцин он объявил о своем решении по телевидению в программе время кто еще в этой программе выступал против Лебедя можете поинтересоваться объявив о своем решении по телевидению программе время Ельцин отменил свои же предыдущие решения почему Ельцин принял это решение отменив предыдущее ведь до определенного момента он считал Лебедя своим главным соратником так что случилось какова была тонкая структура принятия решения и тут опять-таки кто-то что-то знает а кто-то нет и с теми кто не в теме говорить об этом бессмысленно но это из области важных политических виньеток так принимают решение иначе гораздо важнее вопроса вмешательства и невмешательства в конкретные политические расклады осуществляемые после победы сил добра я говорю серьезно на территории где эти силы сражались с откровенным нацистским злом мне бесконечно дорого политическое спокойствие на многострадальной территории Южной Осетии и мне до крайности безразлично то какая из политических элитных групп возьмет верх на очередном этапе регионального политического процесса лишь бы Осетия маленькая Южная Осетия осталась в нужном состоянии и не оказалась вновь предметом действий направленных на осуществление геноцида в Южной Осетии отпор нацизму героически давали несколько местных элитных региональных юго-осетинских групп после того как отпор был дан и произошло признание Южной Осетии России произошло то что всегда происходит в подобных случаях группы стали конкурировать между собой и никакого желания в это вмешиваться у меня и моих соратников не было нет и не будет никогда все что нас интересует это недопущение политического реванша врага и я и мои соратники по аналитической политической деятельности всегда исходили только из этого в начале 1990-х годов в Приднестровье шла полномасштабная гражданская война аналогичная той которая сейчас идет на Украине тогда Приднестровье являвшееся цитаделью межнационального мира и всего того что может быть вложено в качестве позитивного содержания в заезженные слова о цивилизованности просвещенности было атаковано молдавским а на самом деле фактически румынским ультра национализмом сочетавшим в себе всю дикость и кровавое варварство с постоянными рассуждениями о том что носители этого варварства и дикости как раз и являются настоящими адептами высоко просвещенного запада не напоминает того что позже произошло на Украине для того чтобы осознать неправомощность абсолютную неправомощность апелляции молдавских националистов как просвещенности цивилизованности достаточно было лицезреть главный лозунг который они любили больше всего и чаще всего демонстрировали на своих поганых плакатах лозунг звучал так русских за Днестр евреев в Днестр не было никакой разницы между этим лозунгом и тогдашними лозунгами бандеровцев согласно которым необходимо утопить евреев в русской крови ясно было что и тот и другой лозунг это приветствие адресованной России конца 20 века теми пособниками нацистов которые вместе с Гитлером хотели уничтожить Россию 50 годами ранее великий немецкий драматург Бертольд Брэд пророчески предупреждал послевоенное поколение о том что чрево которое выносило нацистскую гадину способно плодоносить и после того как Красная Армия воздрузила знамя над Рейхстагом и было понятно что это за чрево нацистских подонков собирали под свое крыло разведки наших западных союзников по антигитлеровской коалиции эти разведки не брезговали ничем они брали под свое крыло отпетых нацистских преступников кровавых убийц палачей Нюрнбергский процесс лишь слегка поранил нацистскую гадину и она уползла зализывать свою рану с тем чтобы потом напасть на СССР и возликовать после победы холодной войны и развала союза советских социалистических ликующая гадина добившись этого развала хотела наброситься с особой свирепостью на те территории которые соединяли в себе явную непричастность к националистическим антирусским накраинам настоящую просвещенность и верность той традиции которая олицетворяется красным знаменем над Рейхстагом и Горбачев и Ельцин став преемником Горбачева относились к таким территориям свято верившим Москве как олицетворению этой традиции мягко говоря очень сдержанно а на самом деле речь шла о балансировании на грани предательства причем перейти эту грань мешали особые обстоятельства обсуждение которых увело бы меня в сторону от основного обсуждаемого вопроса в этот трудный для Приднестровья кровавый период было мало желающих поддержать Приднестровье и особо мало их было среди столичных интеллектуалов занимавшихся системной аналитикой и системным политическим проектированием то есть деятельностью требующей междисциплинарного профессионализма слаженного серьезного коллектива определенных баз знаний и определенных информационных ресурсов президент Приднестровья Игорь Николаевич Смирнов предложил мне лично и моему центру осуществлять такое сопровождение Приднестровья мы выполнили свою работу что называется от и до это был опасный и одновременно морально безусловный период жизни того Приднестровья любовь к которому я сохранил на всю жизнь потом как это всегда бывает после относительного успокоения начался другой период обремененный борьбой за экономические и политические интересы определенных кланов победивших молдавско-румынскую националистическую гадину и установивших совместными усилиями мало-мальски достойную жизнь на Приднестровской земле я слишком ценил предыдущий тип работы в регионе для того чтобы начать прагматически лавировать между одинаково мне дорогими людьми добившимися высокого статуса и входящими в разные кланы и ровно в момент когда эти люди начали такую неизбежную политическую и экономическую прежде всего конкуренцию являющейся порождением эпохи относительно успокоения благополучия я отошел в сторону чтобы в этой борьбе не участвовать намного позже перед самой болотной Игорь Николаевич обратился ко мне опять за помощью в проведении его предвыборной кампании на тот момент я уже был достаточно известным телеведущим и окружению Смирнова показалось правильным привлечь меня к предвыборной деятельности прекрасно понимаю что российская власть точнее та ее часть которая отвечала за Приднестровье благоволит вовсе не к Смирнову я тем не менее принял предложение Игоря Николаевича его команды пометуя прошлое и сделал все возможное для того чтобы помочь избраться Смирнова я сейчас считаю что Смирнов получил гораздо больше голосов чем это было заявлено на избирательной комиссии но помочь Смирнову было уже невозможно потому что его сдали почти все включая совсем-совсем ему близких людей кстати по моему представлению не сдал его тогда только нынешний мало знакомый мне президент Приднестровья крах Смирнова был предопределен той клановой борьбой которая началась после благой и великой победы Приднестровья над нацизмом все чем была проникнута эпоха все ветры которые дули из Москвы на которую не могло не опираться Приднестровья все фатальные обстоятельства эпохи первоначального накопления капитала делали такие клановые конфликты неизбежными и неизбежно приводящими к печальному политическому исходу помогая Смирнову я не только не демонизировал его конкурентов я ни одного негативного осуждения по их поводу себя не позволил а я ведь действовал не только как лицо оказывающее консультативную помощь но и как популярный телеведущий победивший Смолидзе и Млечина хорош бы я был если бы поступил иначе почему я осуществляю отсылку к этому далекому прошу потому что и в такой горячей точке как Приднестровье где я участвовал в политическом сопровождении и формально и неформально и в других горячих точках где степень неформальности моего участия в этом сопровождении была намного выше я никогда не позволял вовлечь себя в какие-либо клановые противоречия между теми кто благородно борется с нацистами молдавско-румынскими украинскими грузинскими таджикскими или иными кланами а что вот этот мормонский высокий чин он достояние какого-то одного клана ведь вы же знаете что это не так за 30 лет аналитической деятельности я сформулировал для себя несколько нерушимых моральных правил главное из которых никогда не участвовать в клановых перебранках там где люди пролили кровь отражая наступление того или иного нацизма на таких территориях можно только сражаться с нацизмом который получив отпор затаился и готовиться к новой схватке и разговаривать нужно об одном чтобы нацизм эту новую схватку не выиграл в том числе и за счет ослабления противостоящих ему сил терзаемых этими схватками люди вовлеченные в подобные клановые сюжеты всегда будут рассматривать любые поступки других людей на свой манер то есть видеть в любых действиях тот или иной клановый ангажемент такие люди даже в Донецке где я оказался совсем мирной миссией и искренне отреагировал на предательство Стрелкова тоже видят какой-нибудь ангажемент мол его кто-то послал и так далее и тому подобное между тем Стрелков сам признал что бежал сдав огромную территорию без боя и хотел сдать весь оставшийся Донбасс поэтому он был не одним из участников клановой игры не важно другим участникам которые были не важно Захарченко Безлер и кто-то он был человеком выведенным за рамки межкланового консенсуса то есть предателем перешедшим на сторону врага тот отпор который был дан Стрелкову наверное еще кому-то памятен и носил вполне личный характер то есть этот отпор я отдал прямо от своего лица и находясь на территории где у Стрелкова было огромное военное преимущество этот отпор в итоге привел к тому что предатель продолжает учить жить всех патриотов России к вопросу о том как именно у нас ведут себя с предателями но освобожденный от этого предательства Донбасс не зачищен бандеровцами а живет не по их закону абсолютного зла а сообразной некой нынешней логике жизни людей на территориях где этому абсолютному злу дан мало-мальски достойный отпор тот образ жизни который сформировался на основе этого отпора можно критиковать и отчасти критика будет справедливой справедливой является и критика образа жизни на других территориях давших бой тому или иному нацизму но я исходил исхожу из того что такое сомнительное благо небезусловной жизни по российским постсоветским законам неизмеримо лучше абсолютного зла который хотят навязать сопротивляющимся территориям те или иные нацисты как именно борются между собой кланы отвечающие за сомнительное благо небезусловной жизни привносимой на такие борющиеся территории постсоветско-российской двойственностью то ли дружим с западом то ли боремся и так далее меня всегда агрессивно не интересовало я в это никогда не включался и никогда не включусь во-первых для меня такое включение аморально я объясню почему ну а во-вторых я живу до отказа заполненной другими занятиями жизни у меня нет никакой практической надвости в сопровождении чьей-либо конкурентной борьбы а в-третьих мне эта борьба всегда оказалась мелкой бесперспективной и вредной я реагирую на те или иные сюжеты касающиеся непризнанных территорий обитателей которых пролили кровь давая пор нацизму только когда ситуация представляется не опасной в плане политического разгрома власти который увлекшись клановой борьбой и иными прагматическими сюжетами рискует оказаться жертвой этих своих частных прагматических увлечений и оказавшись этой жертвой может погубить доверившиеся власти населения обсуждать тонкую структуру принимаемых решений таких как решение признания южной осетии и абхазии можно только с маломальски осведомленными людьми говорящими с тобой на одном языке и понимающими что такое вежливость корректность политическая респектальность в южной осетии по-видимому таких или вообще нет или они помалкивают ну и ладно между прочим далеко не впервые все происходит именно так не понимать как именно выглядела тонкая структура признания южной осетии и абхазии можно и по причине зацикленности на чем-то другом так сказать прагматическом и по причине политического удобства которое зачастую ошибочно приравнивается к низведению всех сложных политических сюжетов к наипростейшим констатациям а вот не понимать кто такие мормоны нельзя этого вообще нельзя не понимать и этого вдвойне нельзя не понимать если президент южной осетии а в твоей администрации являющийся по факту высшим органом управления начальник управления внутренней политики Мурат Владимирович Ванеев является патентованным мормоном с большим стажем и большими заслугами перед мормонским движением Владимир Высоцкий в одной из своих песен утверждал от лица героя этой песни что перед тем как стать антисемитом надо понять кто такие семиты этот герой песни Высоцкого не являлся главой маленького государства в котором совокупное проамериканское сектанство уже сегодня может подключив к электоральному процессу своих родственников и знакомых повлиять на исход выборов а что она сможет завтра что она сможет даже находясь на большой дистанции от власти и что она сможет имея своих ставленников во власти разве это не вопрос судьбы Южной Осетии разве с этим можно шутить разве это предмет какой-то межквановой борьбы а не то что Пушкин называл судьба человеческая судьба народная я не имею возможности в данном материале обсуждать закрытые сведения о мормонском движении но ведь открытых уже более чем достаточно я вкратце изложу именно то что сказано не мною а авторитетными людьми в открытых источниках газетных статьях и федеральных телепередачах обсуждая так называемую легальную разведку противопоставляют то разведку тайным операциям осуществляемым с помощью разного рода ядов уколов зонтиками прочего рода вещей взрывов снайперских выстрелов специалисты включают в то что именуют легальной разведкой во-первых сбор информации во-вторых анализ источников в-третьих общение с людьми в-четвертых вовлечение людей с которыми общаешься в занятия имеющие неочевидную но очень жесткую политическую подоплеку в-пятых постоянный перевод вовлеченных тобой людей в режим активного безоговорочного исполнения твоих заданий и наконец в-шестых переход от частных заданий к заданиям стратегического характера то есть к обеспечению переворотов осуществляемых в пользу того государства от лица которого некоторая структура осуществляет так называемую легальную разведку общеизвестно что иностранные спецслужбы американские в первую очередь но и не только используют для осуществления легальной разведки разного рода подконтрольной организации в том числе и специфически религиозной самыми разными специалистами в деталях описано как именно те или иные религиозные организации полностью подконтрольные тем или иным государством осуществляют легальную разведку в пользу этих государств и как далеко заходит процесс такого вовлечения определенных религиозных структур в эту самую легальную разведку здесь я не собираюсь описывать весь процесс такого вовлечения самых разных религиозных структур в то что именуется легальной разведкой я обсужу только одну религиозную структуру явно вовлеченную в осуществление легальной разведки на территории российской федерации и дружественных ей государств это мое описание служит одной единственной целью своевременному преодолению тех процессов которые эта самая легальная разведка может запустить как в Южной Осетии так и в России повторяю я специально буду все это обсуждать только на основе открытой информации противно случая спросят каковы источники их достоверность и понеслось при желании можно в ином формате обсудить все и на основе закрытых источников но как говорят в таких случаях ни здесь и ни сейчас с какой же открытой информацией уже должны были бы ознакомить президентов видите я подчеркиваю президентов Южной Осетии особо ненавидимой и грузинским национализмом ярчайший пример мерзавица Акашвили находящийся на службе у США и официальными американскими кураторами этого специфического грузинского национализма прежде всего юго-осетинских политиков должны бы были ознакомить с тем что очень многие главы мормозских миссий в России и на сопредельных с ней территориях в прошлом являлись сотрудниками Министерства обороны США ЦРУ ФБР Американской военной разведки и так далее это хорошо доказанный факт который не могут не понимать люди занимающиеся политикой вообще и особенно политикой в горячих точках находящихся под особо пристальным американским вниманием как и хочется сказать американским прицелом повторяю одна из самых уязвимых точек где стабильность очень хочется подорвать и где подрыв стабильность чреват и национальной катастрофой и крупными неприятностями для России это Южная Осетия и не надо самоуспокоительных восклицаний по поводу того что русская военная сила это лом против которого нет приема уже столько раз сказано о мягкой силе гибридной войне и прочем что беспредельное упование на очень важную военную компоненту слишком уж архаичны мои оппоненты ссылаются на компетенцию спецслужб по принципу жираф большой ему видней но разве не спецслужбы предупреждали раз за разом тех кто занимается религиозными организациями что мормоны это относительно молодая религиозная организация адепты которые верят что в начале 19 века простой американец по имени Джозеф Смит увидел самого Всевышнего прозрел рассказал об этом всем американцам и придумал правила как надо жить не просто несут слово Божье согласно заповедям Смита а к примеру проникают на военные объекты Российской Федерации вербуют в том числе и военнослужащих армий России такая деятельность мормонов на нашей территории это мои вымыслы или достоверная информация возьмем к примеру широко обсуждавшийся мормонский Новосибирск один из ключевых городов России в центре Новосибирска респектабельный отель постояльца которого заходя в комфортабельные номера обнаруживать в тумбочках мормонскую и только мормонскую литературу сегодня новосибирские адепты собрались поговорить и спеть о спасении души в самом загадочном отеле города там где с самого открытия идет мягкая пропаганда диковинных догматов на встречу приглашен старейшина Йорк Клибенгат еще год назад он руководил мормонами на Украине а сегодня уже член высшего органа секты так называемого Кворума 70 уже правит в Казахстане России и Прибалтике стремительный взлет по карьерной лестнице как ни странно произошел сразу после вооруженного захвата власти в Киеве и здесь уверены эксперты совпадений быть не может мормоны начали развертываться на Украине еще с середины 1990-х годов именно в Киеве был построен первый на территории СНГ мормонский храм создание такого храма и такой копии храма Солклейт-Сити где находится центр мормонского движения было с энтузиазмом воспринято мормонской американской элиты часть которой после этого переместилась в Киев с помощью каких своих соратников переместившихся в Киев господин Гиббенгад добился на Украине столь впечатляющих майданных результатов то есть такого успеха активных мероприятий своей легальной разведки одним из таких соратников то есть вернувшихся из Америки на Украину представителей мормонской элиты является некий господин Василий Люберец который не ограничивался проповедью мормонских идей а талантливо сочетал эту проповедь с легальной разведкой и осуществляемыми на ее основе активными мероприятиями наиболее известным активным мероприятием данного господина был так называемый Врагиевский ход осуществленный летом 2013 года специалисты считают этот ход генеральной репетицией Майдана сам господин Люберец после этого хода заявил мы организуем еще один такой ход соберем все города и села и пойдем на Киев в феврале 2014 года стало ясно что господин Люберец не бросал слова на ветер он прямо сказал что является одним из организаторов Майдана это не клевета на почтенного господина якобы занимающегося только религиозными проповедями это прямое признание самого этого господина сделанное нашему телевидению и имеющиеся в открытом доступе меня зовут Люберец Василий я организатор радиевской ходы и один из организаторов этого Майдана после успеха Майдана данный представитель мормонского движения появился на Донбассе только теперь кроме книжек о спасении души рекламировал добровольческие батальоны как ни странно под черно-красными знаменами правого сектора Слава Украине Слава нации Украина Является ли такая деятельность господина Любереца его личной инициативой или же мы имеем дело с одним из частных случаев активных мероприятий осуществляемых мормонской легальной разведкой вот что считает по этому поводу авторитетный специалист из Санкт-Петербурга Алексей Николаевич Швечек Алексей Николаевич кадровый военный который после службы в армии закончил философский факультет Ленинградского государственного университета преподавал военных училищах защитил кандидатскую докторскую диссертацию стал известным специалистом в области религиоведения возглавил межвузовский центр по проблемам религиоведения привожу дословно слова Шведчикова которым поверьте есть все основания прислушаться мормоны говорит Шведчиков достигли почти абсолютного состояния когда безоговорочно выполняется любая команда данная сверху если будет дана команда биться голову об стену будут биться но это значит что уж тем более если будет дана команда осуществлять переворот то будут его осуществлять чему примером события на Украине и в Армении тоже нужны новые примеры на многострадальных территориях что же касается безоговорочного послушания мормонов то специалисты подробно описывают каким именно образом мормоны добиваются подобного подчинения любым указанием своего руководства хоть пускается пресловутая нейролингвистическое программирование также нейросемантическое нейросемиотическое а также другие методы программирования сознания при том что эти другие методы программирования сознания реализуются в условиях которые обеспечивают особую податливость психики подобного рода опыта осуществлялись и в нацистских лагерях и в послевоенный период осуществляя легальную разведку мормоны ищут подходы к молодежи и для начала предлагают изучение иностранного языка но это только затравка к коммуникации далее мормоны используют все методы воздействия на психику в том числе и те которые известны под названием цыганский гипноз кстати не надо шутить поэтому определенная часть цыган обладает очень высокой квалификацией и могут вернуть человека в нужное состояние легким прикосновением к руки ну так кто же становится объектами такого гипноза неужели президент Южной Осетии вся военная деятельность согласно его официальной биографии проходила в том числе и в городе Пскове не поведали о том как именно два псковских мормона граждане США применяли методы вербовки псковских военных при этом в вербовке задействовалось НЛП эти мормоны охмуряли военнослужащих которые поддались их психологической обработке я говорю об известной истории которая отличие от прошлого было опять-таки показано по пятому каналу федерального телевидения из показанного явствует что американцы когда их начинают спрашивать об этой версубовке валяют дурака и уходят не с ознанку а молодые военнослужащие во всем признаются сразу же и говорят они сказали оставьте номер телефона можем подучить английский язык вирусу чтобы больше нашу понять пятый канал назвал фамилии тех кто вербовал молодых псковских парней в фагонах 19-летний фендер Эндрю Джейс и его старший брат по церкви руководитель псковской миссии мормонов Каллен Стеллор Ли 21 года отроду молодой руководитель псковской миссии мормонов зря время не терял это его подопечные были задержаны сотрудниками ФСБ в декабре 2014 года в запретной зоне опять же открытая информация такое задержание далеко не единственный случай но этот случай в отличие от других был освещен нашими средствами массовой информации и не грех было бы ознакомиться с данным эпизодом а не фырка тишь напугали какие-то там мормоны были бы они деструктивны спецслужбы бы об этом знали так ведь знают представьте себе но груз того прошлого согласно которому мормоны это западная элита а она благословенно неприкасаема не исчез мгновенно из нашей жизни так ведь и это не может не влиять на работу спецслужб специфика законодательства высокопоставленные знакомые трепетное отношение к западной элите все эти факторы регулируют очень и очень много проводимая мормонами легальная разведка осуществляется в разных местах и на разных объектах псковские молодые люди в погонах это лишь малая слагаемая в подобной деятельности объектами которой далеко не всегда становятся простые сержанты срочной службы пусть даже и десантники гораздо чаще речь идет о более серьезных мероприятиях по установлению специальных отношений с гораздо более влиятельными людьми в открытом доступе находится информация по поводу некого Артура Колтона ветерана Вьетнама выпускника военно-морского института в штате Калифорния лейтенанта радиоразведки США Колтон был засвечен в 2014-2015 годах как крупная мормонская фигура десантированная во все тот же город Псков ну просто медом намазан этот Псков наверное в связи с какими-нибудь археологическими ценностями архитектурными памятниками так надо было Колтон повторяю фигура очень высокостатусная уже обсужденный нами американец Кайлин Стейлор Ли ведет себя при Колтоне как мальчик на побегушках Ли занимается низовой вербовкой а Колтон этот старейшина мормона занимается совсем иными гораздо более опасными для России мероприятиями я сознательно использую здесь только ту информацию по поводу мормонов предоставленную пятым каналом телевидения которая несомненно на я не обсуждаю то что говорится экспертами канала чей статус хоть сколько-нибудь проблематичен я хочу абсолютной доказательности и не хочу чтобы в какой бы то ни было проблематичности было разнуто существенное дело но в передачах которые должны бы были посмотреть и глава Южной Осетии и другие официальные лица есть не только проблематичная но и абсолютно несомненная информация она касается спецслужбистского статуса самых разных мормонов действовавших в России причем речь идет как о статусе лиц которые были в спецслужбах до своей мормонской деятельности при том что как известно бывших спецслужбистов не бывает так и статуса лиц которые сначала струдились на ниве мормонизма а потом перешли в спецслужбы США и американские силовые ведомства открытые источники сообщают об этих лицах предлагают их фотографии мормон Джаред Мичем сначала проповедует мормонское учение в Таганроге а потом становится капитаном армии США мормон Джаред Ньюман сначала проповедует мормонское учение в Ростове-на-Дону а потом возвращаясь в Америку становится опять-таки офицером армии США и это только отдельные примеры типичной для мормонов карьеры одно из направлений мормонской деятельности создание электронного мирового банка данных на всех живых и покойных мормонов на планете кто именно включен в этот банк вопрос отдельный почему бы в него не включить не только мормонов входишь в тот или иной архив включая военные тебе предоставляют свободный доступ ты за это престижное возвращаю все точно самые эпохи открытости и благоговения перед западом ты входишь в тот или иной архив включая военный примеры такого вхождения есть тебе предоставляется открытый доступ ты фотографируешь то что хочешь а что ты хочешь фотографировать вопрос отдельно конечно же только религиозная информация как бы то ни было мормоны целенаправленно и полномерно выкупают информацию находящуюся в наших самых разных исторических архивах это обсуждалось неоднократно сбором мормонских данных много лет руководил некий Джон Дарвин после событий 11 сентября 2001 года именно этот Джон Дарвин был назначен директором ФБР по информационному обеспечению на тот момент мормоны собрали данные на 900 миллионов человек теперь количество собранных данных превышает миллиард человек при этом база мормонов обеспеченная всеми современными возможностями постоянно развивается каких объемов она вскоре достигнет питания как тут проблемы цифровой безопасности той самой цифровой безопасности которой вроде бы очень многие обеспокоены Причем всерьез соотносится с проблемой нахождения мормонов на высоких должностях, при том, что эти должности дают возможность собирать искомую информацию. Какую информацию соберет мормон, находящийся на высокой должности и имеющий соответствующие возможности? Специалисты обращают внимание на то, что именно в центре мирового мормонизма Агентство национальной безопасности США, это суперсекретное и супермощное ведомство, выстроило свой секретный дата-центр. А также на то, что строительство и оснащение этого дата-центра происходило именно тогда, когда АНБ, Центральная служба безопасности США и Киберкомандование США возглавлял видный мормон Кит Александер. Известно также, что на этом дата-центре, являющемся самым секретным американским информационным объектом, работали только мормоны. Спросят, что значит известно? Это что, данные, сообщаемые дослуживыми сплетниками, полные? Речь идет об информации, напечатанной в авторитетной газете «Комсомольская правда» два года назад. Сообщает как эти, так и другие сведения авторитетный советский ученый и спецслужбист, экс-руководитель Российского бюро Интерпола генерал Владимир Семенович Шавчинский. Лица, берущие под свою опеку мормонов, знакомы с этими сведениями? Им известна степень финансового влияния мормонов, а также их психологического влияния. Они знают, кто именно из мормонов рулит глобальными финансами. Они видят, как именно построены мосты между мормонским движением и официальными представителями США в Российской Федерации. Какое они имеют право фыркать по поводу мормонов, коль скоро вся эта информация носит и открытый, и достоверный характер. Они понимают, что на карту поставлена судьба их маленькой страны, а в каком-то смысле и многое другое. Самыми эффективными и самыми послушными исполнителями американских интересов являются те религиозные организации, которые прямо говорят, что их задача только в исполнении долга перед США. Именно это говорят мормоны. В таких религиозных организациях никто не будет заморачиваться по поводу долга перед Российским Отечеством, или перед Южной Осетией, или перед Арменией, где секты стали опорой изменения Капошинян, или перед Украиной, Белоруссией, любым другим государством. Девиз Ордена Иезуитов для вящей славы Господней. И ясно, что для мормонов, не афишируемым, в отличие от Ордена Иезуитов, но и не слишком скрываемым девизом, является девиз для вящей славы США. США объявили нас своим главным врагом. Мы лицезреем всю мормонскую иную деятельность, осуществляемую для вящей славы США, то есть осуществляемую против нас. И что мы собираемся делать? Просто лицезреть это? Говорить, что жураф большой ему виднее? Еще раз подчеркну, что дело не сводится к внедрению на рассекретные объекты, сбору конфиденциальной информации, организации активных мероприятий и вербовке мальчиков из наших элитных десантных дивизий. Хотя этого достаточно. Но осуществляется и другое. Идет работа по установлению доверительных отношений не только с мальчиками, которые под гипнозом вербовщиков пожелали изучать английский язык и знакомиться с мормонским учением. Идет работа по установлению доверительных отношений со всем другими людьми, занимающими совсем другое положение. И эту работу по установлению таких отношений ведут порой отнюдь не начинающие специалисты, пытавшиеся завербовать молодых людей из Псковской дивизии. Есть более серьезные люди, занятые более серьезными вещами. Один из тех, кто согласился побеседовать с нашими средствами массовой информации, а значит дать нам возможность обсуждать открытую информацию, руководитель новосибирской мормонской миссии Уильямс Майхол Джордж. Господин Уильямс отдал мормонскому движению 30 лет своей жизни. Он проповедовал мормонизм в Гонконге, Магадане и Владивостоке. До того, как начать проповедническую деятельность, Майхол Джордж Уильямс проработал 5 лет в радиоразведке США. Эта клевета конспирологов на почтенного мирного проповедника полна. В открытом доступе находится предъявленная нашими СМИ информация, согласно которой Майхол Джордж Уильямс действительно являлся капитаном армейской радиоразведки. Российским мормоном очень хочется повторить опыт Украины и построить мормонский храм в крупном городе России, например, в Новосибирске. Но только ли о храмах идет речь? Или украинский опыт хочется повторить и в том, что касается Майдана, по поводу своего участия в котором, равно как и по поводу своего участия в карательных постмайданных мероприятиях, так откровенно сообщают мормонские проповедники. Обсудив это и общее сведение, я перехожу к обсуждению фигуры господина Мурата Ванеева, официального мормона, занимающего ключевое положение во внутренней политике Южной Осетии. Мурат Ванеев родился 12 апреля 1968 года в городе Цхенвале. Здесь же, в Цхенвале, он окончил среднюю школу номер 6. С 1986 по 1988 год Ванеев проходил военную службу на Украине. В 1994 году он окончил Владимирский государственный университет по специальности технологии машиностроения. Пробовать себя на политическом поприще Ванеев начал достаточно рано, еще в период с 1996 по 2001 год, когда президентом Южной Осетии был Людвиг Чубиров. Затем Ванеев уезжает в Ярославль. Там он в период с 2003 по 2012 работает в ООО «Ярхимпромстрой» и в разных модификациях этой организации. Организация, в которой работает Ванеев, претерпевает сложные метаморфозы, которые для нашего сюжета, по-видимому, не имеют решающего значения. Хотя могут оказаться и небезынтересны. В 2005 году Ванеев заканчивает Северо-Осетинский госуниверситет имени Хедагурова и получает диплом юриста. В 2008-м он ненадолго возвращается в Южную Осетию. С 2009-го Ванеев начинает заниматься уже не только политикой и юриспруденцией, но и частной психологической практикой. Он получает образование в Ярославском институте развития образования по специальности педагог-психолог семейного профиля. В 2010-м году Ярославские новости сообщают, что Мурат Ванеев является епископом Ярославского прихода Мормонской церкви. При этом Ярновости оговаривают, что Мормонский приход функционирует в Ярославле уже не первый год, и горожане научились распознавать мормонских проповедников по строгим костюмам и черным бейджем с белыми надписями. Ванеев долгое время работает в Ярославле и порой меняет место работы. Трудно определить, где Ванеев проводит больше времени, в Ярославле или на Осетинской родине. Но то, что Ванеев является высокопоставленным ярославским мормоном, епископом Мормонской церкви, столь же очевидно, как и то, что Ванеев не единственный мормон в Ярославле, что, будучи там епископом, он связан с американскими мормонами, занимающими более высокое, чем он, положение. Ярославские эксперты сообщают, что празиолитическая мормонская практика в их городе приводит к тому, что некоторые ярославцы эмигрируют в США, причем твердо зная, что будут обитать именно в мормонских общинах. Речь идет о ярославских учителях, врачах, научных работниках. Практика работы мормонов в Ярославле ничем не отличается от практики работы мормонов в других городах и весях. Епископ Ванеев не может не обеспечивать эту практику, включающую в себя взаимодействие с американцами. Попробовал бы он ее не обеспечивать, сразу бы перестал быть епископом. На фотографиях запечатлены мормоны, которые активно циркулируют между Ярославлем и другими городами России. Ну так как? Мормон в собственном соку? Мормон в закупоренной банке? Или же все иначе? Особого внимания заслуживает отец Мурата Ванеева, Владимир Ванеев, который в годы сталинизма создал, будучи юношей, подпольную организацию справедливости. Эта организация занималась благородным делом – защитой осетинского языка от грузинских ассимиляций. Если бы я был осетином, то для меня Владимир Ванеев был бы безусловным героем. Владимир Ванеев сумел обеспечить достаточно высокую эффективность своей подпольной организации. Организацию разоблачили только через 4 года после начала ее работы – в 1951 году. Владимир Ванеев, как организатор, получил 25 лет лагерных работ. Членам его группы дали от 8 до 10 лет. Ванеев вышел на свободу достаточно быстро в связи с реабилитацией жертв сталинизма. При этом реабилитировались же не все жертвы сталинизма. Не все, точнее, кто находился по разным статьям в местах не столь отдаленных, был реабилитирован именно как жертва сталинизма. Подпольная организация должна что-то там корректировать функционирование одной из республик Советского Союза. Сколь бы благородно это ни было и сколь бы не было понятно сейчас, насколько Осетия друг, а Глузия нет, тогда-то все было иначе. Все это были союзные республики, братство народов, кто-то что-то корректирует из того, что было. Но я говорю о том, что реально произошло. Ванеев вышел на свободу достаточно быстро и именно как жертва сталинизма. После выхода на свободу Владимир Ванеев жил достаточно скудно и вел себя безупречно. В итоге он стал заслуженным деятелем науки Южной Осетии, лауреатом государственной премии имени Хитагурова, членом Союза писателей. Он прожил долгую жизнь. Умер в апреле 2015 на 1985 году жизни. Все, что связано с отцом Ванеева, внушает глубокое уважение к человеку, способному заняться подпольной деятельностью в сталинскую эпоху, понимающему, чем он рискует и защищающему благое дело сохранения осетинского языка. И чем благороднее фигура отца Ванеева, тем более загадочной становится вписанность Ванеева, сына, в достаточно высокие сферы мормонской, очевидным образом, американской спецслужбистской организации. Кто обеспечивал эту вписанность и зачем, вопрос отдельный. Но факт вписанности очевиден, как очевидно и то, что Ванеев не находится в отрыве от мормонского движения, будучи в Южной Осетии мормоном-одиночкой. Как минимум, он сохраняет круг ярославских мормонских контактов. Но только ли ярославских? Кстати, в Ярославле действовала вполне благородная, на мой взгляд, организация. Осетинский центр Алания. Эта организация занималась деятельностью по прослеживанию древних связей между Осетией и Россией. И как было бы хорошо, если бы Ванеев входил только в эту организацию и в осетинские религиозные круги, исповедующие коренную, языческую, по сути, религию осетинского народа. Ни тебе, мормонов, ни американцев, ни американско-мормонско-осетинской двусмысленности. Вот ведь как было бы хорошо. Но ведь в том-то и дело, что эта двусмысленность доминирует надо всем остальным и носит достаточно зловещий характер. Неужели никто не ощущает этого, кроме меня? Прострюковские, ужасно патриотические представители партии Родина этого не ощущают? Дугинские, суперпатриоты этого тоже не ощущают? А что же это за такая избирательная чувствительность на юго-осетинский манер? Ведь в прошлом пасторами радикальных протестантских сект успели побывать и начальник службы внешней разведки Южной Осетии, и исполняющий обязанности министра внутренних дел Южной Осетии. Откуда такое тяготение к весьма сомнительным сопричастностям? В 2015 году осетинское информационное агентство Ирон Акцент берет интервью по поводу секту тогдашнего помощника спикера парламента Южной Осетии Алана Габаты. Меня в данном случае интересует не то, что говорит Алан Габаты, а то, что говорит интервьюирующий его представитель Ирон Акцент. При этом я твердо знаю, что никто так хорошо не осведомлен о политических хитросплетениях в маленьком государстве, как жители этого государства вообще, и особенно те жители, которые занимаются журналистской профессией. В Южной Осетии ни Россия, ни Москва. Она по населению гораздо меньше не только Ярославля, но и Костромы, и в ней все на виду. Корреспондент Ирон Акцент этого подчеркну еще раз, местного осведомленного ресурса, говорит, в Южной Осетии всем известно, что бывший министр юстиции, а теперь начальник того самого управления внутренней политики Мурат Ванеев состоит в секте мормонов и, по информации Ирон Акцент выезжает на собрание с другими адептами этой секты в Краснодарский край. И сам Мурат Ванеев этого факта не отрицает. Получается, что его подчиненным приходится мириться с этим фактом и не выносить ссоры за сбы, как вы прокомментируете выступление полномоченного президента Республики Южной Осетии по религии Сони Хубаевой. Алан Габаты отвечает корреспонденту Ирон Акцента. Соня Хубаева признала этот факт, сказала, да есть такие факты, однако никакой оценки таким фактом она не дала. К чему тогда катится наше государство? Интересно, а почему господин Мурат Ванеев не опроверг эту информацию информационного агентства Ирон Акцент? Почему он не подал в суд, не добился опровержения? Не потому ли, что в Южной Осетии все все знают и только притворяются, когда надо людьми, которые не в курсе всего, что происходит у них на глазах? Что же касается меня, то я не стал бы чрезмерно беспокоиться по поводу процессов, притекающих лишь в одной Южной Осетии, хотя и в ней могут оказаться запущены такие деструктивные процессы, которые сработают по принципу домино. Но есть большой юг России, который открыт всем международным веянием, всему, что исходит от кавказских, украинских и иных соседей. В 2014 году мне особо не понравилось то, как начавшееся бегство Стрелкова стало перетекать в зачин к системной южно-русской бузе. Если бы это бегство не было бы остановлено, если бы сдача Стрелковым Донбасса была бы завершена и переложена на плечи Кремля, который якобы бросил ни с чем несчастных Стрелковцев, если бы вдобавок произошло то, что было замысленно в качестве авиационного звук включения, то неизвестно, куда бы качнулся общероссийский процесс. Кому-то нужно, чтобы он опять качнулся в сторону деструкции, и на когда намечен запуск подобного оно должно произойти одновременно с обострением на Украине, одновременно с турецкими играми в Крыму и грузинскими играми в Южной Осетии, но как бы это не было важно само по себе, еще важнее другое. Если принцип не будет восстановлен со своей системой образующей рубы, если не будет развлечения белого и черного, своего и чужого, если не будет проведена четкая грань между подвигом и предательством, сдачей национальных интересов и их отстаиванием, а всему этому очень сильно противостоит поддерживаемая кем-то лебедянщина, стрелковщина и так далее, то мы проиграем Западу сразу и на юге, и на севере, и на западе, и на востоке. И тогда ковидно-байденовская история сомкнется с доубиением России и приобретет совсем уже темную глобальную динамику. Но да не будет так. Субтитры и на северно-байденовская Продолжение следует...